Вопрос. 1410. Пятый тон. Кто изгонял бесов из людей до Иисуса Христа? Ответ. После грехопадения первого человека, когда Ева и Адам поверили злому духу более чем своему Создателю, путь к сердцу, к душе человека был открыт для супротивника. Теперь демон мог не только заниматься космосом, господствовать в воздухе, но и вновь открыть агитпункт в вершине творения Божьего в человеке. Ефесянам 2.2. По воле князя, господящего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Так как все человечество еще находилось во вражде с Богом, так как еще не было примирено через жертву Иисуса Христа, не было искуплено на Голгофе, то и даров от Иегова не было на победу над демоном. Путь нечистой силы был открыт только в одном направлении – в человека. А изгонять злодея никто не мог. Это у мучителей. Одностороннее движение бесов было хорошо известно всем, живущим на земле в шаре. Третья царь, 22 глава, 21 по 22 стих. И выступил один дух, и стал перед лицом Господа, и сказал «Я склоню его». И сказал ему Господь «Чем?» Он сказал «Я выйду и сделаю с духом лживым в устах всех пророков его». Господь сказал «Ты склонишь его и выполнишь это. Пойди и сделай так». Иов 2,7. И отошел сатана от лица Господня и поразил Иову проказу и лютую от подошвы ноги его по самой теме его. И никто не претендовал на то, чтобы иметь власть над демоном. Одержимые жили вне городов, в гробах, то есть в пещерах, творили свои смертоносные дела. Если же была одержима с чьей-то безвредной других, то такие жили в своих семьях. Были случаи исцеления в купальне, когда ангел возмущал воду. Иоанн 5,4. А ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы не был одержим болезнью. Исцелялись от всех болезней. Но неизвестно, было ли исцеление от одержимости бесами. Потому, когда Христос властью свою стал исцелять и одержимых, это потрясло воображение, знание тогдашних иудеев. Ибо такового никто никогда не слышал. Такового. Потому они приписывать могли это исцеление только лично Богу. Но они свихнулись со своей безграничной злобой и стали говорить совершенно несуразное, что Христос предан волшебству и изгонять бесов может якобы только силой врага. Марка 1,27. И все узашнулись. Так что друг друга спрашивали, что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему? Марка 3,22. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Белизвилла, и что изгоняет бесов силу бесовского князя. До пришествия Христа демоны господствовали на земле и не встречая никакого сопротивления, никакого насилия над собой. Пророки могли творить чудеса, даже воскрешать умерших. Евреям 1,35. Жены получали умерших своих воскрешен. Но чтобы изгнать демонов, об этом никто и не слышал. Вот почему так потрясены были евреи, в виде изгоняемого князя мира. Стали называть эту власть Христа новым учением. Иоанн 12,31. Ныне несут миру сему, ныне князь мира сего изгон будет вон. Матфея 8,31. И бесы просили его, если выгонишь нас, то пошли на стадо свиней. Лука 8,31. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездь. 2 Петра 2,4. Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания. Послание Иуда, 1,6. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдают в вечных узах под мраком на суд великого дня. Сам Христос дьявола называет сильным. И что он связан никем иным, как только им, ушедшим во плоти на землю. Матфея, 18,29. Как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Связывание сатаны и произошло на Голгофе. И тогда были расхищены сосуды, похищены дьяволом. И он был пленен. Нефесянам 4,8. Посему и сказано, вошед на высоту и принял плен, и дал дары человекам. Кровь в Христа непорочного, Агнца Божия, имела силу и до его распятия. Но и сводить ее могли только чистые, сохранившие ведомость Богу духи, когда воевали против дьявола на небе. Откровение 12,11. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. И не возлюбили души своей, даже до смерти. Молись. Дает молитва крылья. Душе прикованной к земле, и высекает ключ обилия, заросшим тернем в скале. Она покров нам от бесилия, она звезда, людольный мгле. Молись, когда змеей холодной, тогда в твою проникнет грудь. Молись, когда в тепи бесплодной, мечтам твоим проложим путь. И сердцу в сироте безродной, приюта нет, где отдохнуть. Молись, когда глухим потоком, кипит в тебе страстей борьба. Молись, когда предмощным роком, ты безоружна и слаба. Молись, когда приветным оком, тебя обрадует судьба. Молись, молись. Душе все силы, в молитву жарку и злей. Когда твой ангел затокрылый, сорвав покров с твоих очей, укажет им на образ милый. Уснишь снившейся душе твоей. И в ясный день, и под грозою, навстречу счастье или беды. И принесется ли над тобою тень облака или луч звезды. Молись, молитву святою, назреют тайные плоды. Беземский. Беземский.